Шанти-шанти-рэф. Сейчас будем смотреть куртку Nansen, производство компании Splav. Это аккуратно спидженная куртка от компании Red что-то, Canadian Goose что-то, что-то. В общем, эта куртка сделана, сразу говорю, в России, в отличие от некоторых других пуховых курток, и сделана она хорошо. Хотя здесь пуховая, заметьте. И заметьте, что она выглядит как совершенно классическое изделие. Не видать здесь каких-то там швов, ничего, да? Хотя здесь швы не в полном смысле тёплые, здесь швы также качественно сделаны. То есть, как мне говорили, здесь плотная подворотка по прошиву, и поэтому не должно ничего торчать. Давайте сначала сидя посмотрим, что есть. Вот интересно, что очень маленькая хваталка на манжете. Она прям маленькая-маленькая. Надевно посмотрим, как будет сидеть. Манжета. Можно, в принципе, использовать и без перчаток. Здесь у нас полноценный слой. Вот в этом месте пуха уже практически нет. Так, в принципе, пуха здесь достаточно много. Навряд ли пух какого-то супер-пупер-фил-пауэра. Есть у нас инфа какая-то здесь по нему. Пух-карегус. Ну, типа он дофига 750 и выше. Ну, не знаю, непонятно. Она очень плотная. Через эту ткань не прощупаешь. Швы на молнию как сделаны, смотрим. А нормально сделаны. Они вон подшиты у нас. Здесь я оверлока не чувствую. Одинарный шов. Из-за того, что он подшит, в принципе, всё хорошо. А вот здесь вот шов тройной. Навряд ли что-то оторвётся. Карманчик под какие-то сигареты, мелочёвку. Я их не очень люблю, не очень понимаю, но знаю людей, которые ими пользуются. Боковой карман большой. Лопата-тест. Лопата-друг солдата. Молния, кстати... Молния, кстати, здесь пластиковая. Да? Так что, навряд ли вы что-то травмируете. Нижние карманы, к сожалению, похожи на дизайнерские, но находятся под наклоном. Поэтому, возможно, ими можно будет пользоваться. Сейчас я попробую облачиться во всё это дело и посмотрю. Карманы, кстати, тёплые. Пуха здесь очень и очень много. Он прям раздувается, пушится. Всё как надо. Мех натуральный. Его, судя по всему, можно снять. Да, здесь стоит обычная витая молния. Дополнительная защита кнопками с одной стороны. И со второй стороны, чтобы это всё у нас никуда не убегало. Капюшон. Так, изнутри тряпчика похожа на пертекс. Очень сильно. Может быть, китайский аналог. Она будет дышать. Но, тем не менее, немножко задерживать ветер. Если вдруг что-то с этим случится, дышать не насквозь. То есть, дышать немножко замедленно. По поводу пуха. Ну, кто-то нам говорит, что пух дышит. Это очень круто. Типа, офигеть, какой круто дышит. А вот люди, у которых есть завод, который производит пуховые изделия, говорят, ребята, пух вообще не дышит. И неважно, какая там тряпка. И не должен он дышать. Поэтому как-то мнение расходится, на самом деле. Насчёт дышимости пуха. И я точку в этом вопросе поставить не могу. Нужны нормальные какие-то исследования. Есть возможность сзади утянуть. Вот такая вот конструкция работает не слишком удобно. То есть, на ходу и не слишком классно регулировать. В отличие от утяжечки нормальные. Но на зимних изделиях, на более кондовых, часто ставят такую тряпку снаружи. Кстати, если я не сказал, очень плотная и очень добротная. По спине сплав Nordline. Тра-та-та. Для холода. Терпыр 8 дыр. Есть боковые утяжки по низу. Ну что ж, давайте. Я его сейчас расстегну. Попробую найти хотя бы один шов. Пугольцы здесь, хотя канадского типа, они совмещены с нормальной ветрозащитной плашкой, которую хоть как-то можно не совсем двумя руками будет закрыть-открыть. Нижняя путь сделана под углом. Кстати, легче снимается. Это хорошо. Двойная молния. Плашка длинная. Это оборотная хорошая плашка. Тут мы понаружили ещё один карман. Так. Открываем, смотрим. Снизу дополнительных никаких кнопок нет. Типа защита от открывания. Этому способствует плашка. Изнутри есть ещё одна плашка с лентой от закусывания. В принципе, тракторные молнии крайне редко закусываются. Но есть их хорошо, в общем-то. Открываем. Вот видна прострочка. Сейчас попробуем понять, насколько она тёплая и холодная. Ну, не очевидный какой-то. Шов вроде как с одной стороны холодный, с другой стороны он проходит не насквозь. То есть у нас как минимум остаётся вот эта внутренняя плашка болтаться. Сами пуховые карманы расположены следующим слоем и не особо заметно. И шов не проходит через внешнюю ткань. То есть, короче говоря, у нас что получается? У нас классическая с холодными швами пуховая куртка слэш-пуховка спрятана в толстую, такую ядрёную, хорошую, прям добротную наружную тряпку. А внутри у нас ещё одна тонкая тряпка. Поэтому действительно куртка полухолодная. Во всяком случае, поддувать нам по этим вот местам не будет. Боковые швы также выглядят добротно, они не сквозные. То есть шов вот этой тряпочки и шов вот этой тряпочки — это два совершенно разных отдельных инструктивных шва. Боковая молния, здоровый телефон влезет без проблем. Я думаю, что iPad mini, может быть, впихнётся. Но скорее всё-таки нет по ширине. У нас он сейчас травмированный, не будем проверять. Здесь шов одинарный двойной подшитый. Здесь тоже подшитый. В принципе, всё неплохо. Карманы прям здоровые. Это очевидно. Ну и самое интересное, у нас размер курточки заелим 54 на 188. В принципе, мой. Можно повеситься изнутри. Капюшон у нас несъёмный. Это изделие мне очень рекомендовал человек, который отвечает за поставки в компании «Сплав». Он прям, Андрюха, бери, классная штука. Сам хожу, все ходят, все очень довольны. Ну что? Она реально классная. В ней довольно тепло. И в отличие от той же куртки «Сити», нет этих карманов холодных. Она, к сожалению, не ощущается очень толстой. Но опять же, пухович такая. Может, он ещё немножко распушится в процессе носки. Мне не нравится чёрный цвет, но просто меня чёрный цвет немножко задолбал. То есть я сам беру чёрные сумки за свою универсальность, непочкучесть и так далее. Но до куртки хочется какой-нибудь там жёлтый, красный. Не знаю. Будь здоров, оператор. Вы, наверное, не слышали. Так, пробуем закрыть. Нижний кривой разрез вот этот вот. Очень удобен. Это круто. Ничего совершенно особого не сделали. Жизнь улучшили. Кстати, было бы круто, если все пуговицы немножко под углом поднадевались. Видео, видимо, видимо. Слышны меня? Скажи, пожалуйста, сейчас. Так, пробуем закрыться. Бородотест. Городу я себе не запустил. Прячется она нормально. Вот в таком режиме у нас капюшон создаёт опушку по лесу. Но я бы сказал, что скорее приятный. Можно её опять же снять. Вот. Это у нас не совсем парка. Плюс капюшон здесь жёсткий. Жёстче, чем вот вала бил... Не запомню. Простите, жёлтые курки. Здесь поэтому по ушам немножко жмёт. Капюшон надеть не расстегнувшись. Представляется возможным. Вот. Я застегнусь на последний пуговец специально. Когда я так расстегнулся, капюшон надеть можно. И у нас капюшон типа совершенно нормальной парки. Вот. Закрылись. Где-то здесь должны быть утяжечки, по идее. Я в это верю. Я в это верю, но я их не нахожу. Ну, можно так отрегулироваться, понятно. А утяжек, ребят, здесь как будто бы даже поверху и нет. Ну, не знаю, проблем это или нет. Для совсем здоровой зимы можно и так. Люди ходят, как Кенни. Парка, крафтовое пиво, айфон. Здесь все дела. Пока я ходил, бродил, немножко начало жопу сползать. Вот я подергаю руками. Ну, в принципе, поясница осталась закрытой. Куртка Нансен в том году не успели отснять. В этом году, слава богу, отсняли до зимы, ребят. Я могу с чистой совестью рекомендовать. Она стоит своих денег на 100%. Скорее всего, проживет очень и очень долго. Благодаря качественным материалам. Скорее всего, она будет достаточно теплой для практически всех возможных представимых условий. Ну, надо сказать, что вот та вот желтая бр-бр-бр на шелтере может быть даже еще теплее. Там тряпочка, пожалуй, даже... Сейчас. Эй. Сейчас надо потрогать. Тряпочка там... Не, все-таки тряпочка там порыхлее, но не такая толстая. В принципе, мне кажется, они по теплоте сравнимы. Я бы, наверное, выбрал пуховую куртку за долгоживучесть. А, кстати, да, как она застегивается? Ну, нормально она застегивается. Смотрите, как интересно. Но как раз в большом пальце вмялась немножко. Вот. И здесь она не мешается. У меня кисти тоненькие. Край довольно жесткий получается. Вот. В таком виде немножко можешь натирать. Но, в принципе, можно их не застегивать. Здесь у нас манжеты есть. Руку можно при большом желании спрятаться. В общем, я думаю, что вот эта штука все-таки более интересна из-за того, что это пух. Причем хорошо, классно сшит. Это все-таки другой класс. Но зато вот... Да как тебя зовут? Как тебя зовут, а? Куртка... А, Fairbank, спросите. Она зато у нас желтая. И классно. И то другое. Хорошие изделия. И то другое могу рекомендовать. Эту прям могу рекомендовать прям очень даже сильно. Я бы отцу такую подарил. Пишите, что думаете. Знаю, что брали у нас в том году. Если даже не раньше, очень ждем ваших отзывов.